без денег на базар не ходят а без уважения к сопернику в спорте делать нечего приветствую вас пышно усы и черепахи с вами фёдорович а сегодня мы пустим скупую слезу и вспомним что такое настоящий спорт а не весь тот трэш которым так богат современный поп мм и бокс у нас уже десятки лет половину мальчиков воспитывается однополыми парами мама и бабушкой но несмотря на это некоторые из них становятся настоящими мужиками как эти два тэквондиста которые после рубки на олимпийских играх не забыли о взаимном уважении кто рано встает тот всех достает но для спортиков по-другому никак а если ты победил но травмировал соперника то просто обязан ему помочь ведь у спортиков по-другому никак возраст женщины зависит от планов на будущее а внешность зависит от того как часто тебе попадают мячом по лицу но если после этого извинились то все в порядке каждый соперник после гонки это друг а каждый друг может стать соперником в гонке за женой без иглы не сошьешь без воды не поплывешь а без мастерства не выиграешь но как бы ни сложился бой и как бы тебя не отделал соперник после боя всегда проявляй уважение даже великие лучшие футболисты должны оставаться людьми уважать и помогать соперником ведь даже если ты сам травмировал соперника а потом ему помог то заслужил уважение это как быстро закушенная рюмка не считается выпитой чем труднее девушку поднять на руки тем больше ее хочется бросить а чем тяжелее победа тем она слаще но иногда победа достается легко благодаря травме соперника но этот красавчик не радовался такому подарку зато финале добился всего заслуженно наступает такой возраст когда мы не рассказываем друг другу новости а делимся симптомами и лечением а у бегунов травмы бывают в любом возрасте как в этом забеге который для троих закончился так и не начавшись но взаимопомощь должна быть независимо от результата без жениха тещи не бывает а без проигравшего не бывает победителя но когда ты благодарен сопернику выигрывают оба справедливость понятие относительное но в спорте оно должно идти вместе с уважением в этом эпизоде судья объявил аут но соперник сам сказал что мяч попал себе же ущерб что после проверки подтвердилась вот так то голубка удачи одним улыбается а на других гадит но ведь к деньгам же так и пенальти в футболе частично удача частично умение как игрока так и воротаря поэтому оливер кан после победы решил поддержать своего коллегу ведь после такого главное не расклеится а продолжать свой путь не каждый может пережить поражение но и не каждый может выдержать победу но победитель помогающий проигравшему это больше чем просто победа у одних мечтах это заработать миллион у других миллион потратить а детские мечты можно воплотить в жизнь очень просто например получив клюшку от кумира без противников драки не бывает а без взаимопонимания в мире будут одни драки но девчонки в футболе все поняли быстро и помогли сопернице прикрыть волосы я после шести не ем так что борщ и бутерброды пью а спортсменкам перед забегом поесть все таки стоит чтобы не упасть в процессе но несмотря на всю трагедию девчонки это видео прекрасно ведь пожертвовать своим результатом и всей подготовкой к забегу ради помощи сопернице которые возможно впервые видишь это высшая человечность и уважение иногда чудеса случаются а когда они случаются у детей это может изменить их жизнь все жалуются на свою память но никто почему-то не жалуется на свою разумность а вот на соперников можно жаловаться много но только не на этого красавчика будучи абсолютно не виноватым в том что соперник на него налетел и полетел в направлении пола мужик не стал доигрывать забивая мяч а начал спасать уходящего в пике оппонента деньги порождают зло ведь чем их у человека меньше тем он становится злее а вот у бойцов злости всегда хватает но настоящий воин должен обуздать свою злость и взять под контроль как это сделал мачида который всегда славился своей честью и уважением без хорошего наездника и самый лучший конь плохо бежит а без воли к победе и самый талантливый спортсмен ничего не добьется но у этой девчонки воли к победе как у троих мужиков абсолютно без сил имея только поддержку тренера она все-таки пересекла финишную черту чтобы похудеть на животе нужно не жрать на кухне а чтобы победить в гонке нужно избавиться от всех соперников но хорошо что так думают не все и готовы помочь лежащему под мотоциклом конкурент где глупость образец там разум безумие а когда попадают мячом по голове то можно стать или глупым или разумным это как повезет но главное встать и продолжить для любого фаната внимание кумира это невероятная радость а игнор огромное горе поэтому каждый спортсмен должен уделять внимание своим фанатам делая этот мир лучше и добрее подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях а в комментах напишите как вы помогали своим соперникам или собутыльником благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках как бы не отходит из этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и убиваться соответственно вот так лога рта одна за дистанциях короче я вот чё делаю коту вырываю ключица это ключица выбиваю голос то есть вот так вот это выглядело и Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Музыка Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз иди сюда. Ничего не взбивайте, это убитка.